Друзья, в RDM IMPORT мы проводим розыгрыш. В период с 15 октября по 15 ноября при покупке любого автомобиля в нашем автосалоне в кредит вы получаете возможность выиграть 400 тысяч рублей. Подробнее об условиях акции смотрите по ссылке. Друзья, всем привет! С вами компания RDM IMPORT и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезного и интересного о покупке и выборе поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры в разных форматах тест-драйва, сравнительные и технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а если вас заинтересуют вакансии или автомобили в наличии, все это вы можете найти на нашем сайте, ссылочки будут в описании. В нашем сегодняшнем обзоре крайне редкий автомобиль. Редкий, а жаль, поскольку эта машина представляет собой крайне интересное сочетание потребительских качеств. Этот автомобиль для внутреннего японского рынка и сделан он на базе культовой модели Toyota Corolla. Сегодня в нашем выпуске мы поговорим про автомобиль внутри и снаружи, поговорим про салон и багажник, а также немножко пробежимся по технике. Встречайте Toyota Corolla Rumeon. Toyota Corolla Rumeon дебютировала на японском рынке в 2007 году. Автомобиль выпускался достаточно продолжительный период времени по 2015, но, к сожалению, не получил продолжения в следующих генерациях. При этом в 2009 году машину провели через рестайлинг. Сегодня у нас в руках как раз такой вариант. Это 2015 год выпуска. Здесь полторашечный мотор на 109 лошадиных сил, передний привод и вариаторная коробка передач. Кстати, эти автомобили могли комплектоваться только вариаторами. А вот вариантов по двигателю было два. В старших комплектациях был доступен мотор объемом 1,8 литра в мощности от 128 до 143 лошадиных сил в зависимости от года выпуска модели. Квадратный и массивный с виду автомобиль на самом деле не такой уж большой. Габаритные размеры кузова этой машины. Длина 4 метра 21 сантиметр. Ширина 1,76 метра, а высота 1,63 метра. Колесная база этого хэтчбека 2,60 метра. Радиус разворота приемлемый 5,2 метра. Снаряженная масса 1280 килограмм. Так что машина еще и достаточно легкая. Ну а максимально разрешенная 1555. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то для заводской краски у Румеона цифры будут лежать в диапазоне от 75 до 95-100 микрон максимум. То есть окрашен этот автомобиль 2015 года выпуска стандартным слоем для современных Тойот для внутреннего рынка. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает большая и широкая крышка. Каталожный объем багажника у этого автомобиля 310 литров. Давайте возьмем рулетку и проверим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема в данном случае довольно большая. Это 108-109 сантиметров. Проем сужается к низу. Высота от фальшпола до крыши 82. Расстояние от крышки багажника до задних сидений 70 сантиметров ровно. Ширина по полу в его узкой части 97 сантиметров. Если же вам надо увести больше груза или он просто габаритный, складывайте спинки кресла. В данном случае складываются они практически вровень с фальшполом. Ступенька здесь минимальная и расстояние до переднего сидения в данном случае 155 сантиметров. Ну а если груз узкий и длинный, например, плентуса, рейка или вагонка, то вы можете рассчитывать на длину около 2 метров 26 сантиметров, если протолкнете его между передними креслами. Что касается удобств и каких-то дополнительных фишек в багажнике, то это плафон освещения по левой стороне, две довольно узкие ниши слева и справа в полу. Также при помощи замочков-вертышей здесь у нас фиксируется панель фальшпола. Под ней пенопластовая отформованная емкость, штатный инструмент. И под всем этим делом располагается ныне редкое для японских автомобилей явление докатка. Также здесь присутствуют петли для фиксации груза при помощи сетки. Ну а теперь про самое интересное. Это салон Toyota Corolla Rumeon. Попав сюда, отмечаешь его необычность. А необычно здесь все от формы приборной панели до ощущения от самой машины. Квадратная форма кузова с практически вертикальным лобовым стеклом нынче уже мало где встречается. Выглядит это все очень оригинально и несет в себе некоторые преимущества в плане посадки. В частности, наличие запаса над головой откровенно радует. С учетом возможности регулировать сидение по высоте, здесь устроится за рулем даже рослый водитель. При моем росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать удобную посадку за рулем. Регулируется здесь еще и рулевая колонка, причем по двум плоскостям. Как по наклону, так и по вылету. Причем регулировка по наклону подпружинена. Это, опять же, не так часто попадается на современных бюджетных автомобилях. В данном случае сидение водителя отодвинуто максимально назад. И я могу вытянуть левую ногу, полностью выпрямив ее в колени. Но в целом запас диапазона регулировки здесь достойный. Рулевое колесо лишено каких-либо клавиш, но при этом имеет кожаную отделку. Как, кстати, и сидение салону этого автомобиля кожаной. Правда, подогрева в сидении здесь нет. В зимний период это может быть определенным недостатком. По части подлокотников под левой рукой у нас крышка центрального бокса. Она имеет продольную регулировку. Это очень неожиданно, но при этом удобно. А вот на дверных картах та часть, которая окажется в итоге у вас переднего пассажира под локтями, будет полностью пластмассовое и при этом, естественно, жесткое. Что касается приборной панели, это, пожалуй, одна из наиболее оригинальных деталей здесь. В линию здесь выстроены четыре кольца, куда вписаны указатель температуры двигателя, указатель уровня топлива, тахометр и цифровой спидометр. Выглядит оригинально, но пользоваться этим удобно. И при любом из положений рулевого колеса вы не перекроете себе обзор на приборную доску. Что касается клавиш управления, то тут все абсолютно стандартное Тойотовское. Если хоть раз в жизни вы имели дело с любой моделью Тойота, вы здесь освоитесь без труда. Под правой рукой стандартный блок управления стеклоподъемниками. Кстати, все стекла у Румеона имеют авторежим. Справа от руля блок управления регулировкой зеркал, их складывание, кнопка запуска остановки двигателя, внизу система стабилизации и, в данном случае, подогрев лобового стекла, вернее, зоны дворников. По центру большая двухдиновая магнитола, под ней панель управления климат-контролем. Климат автоматический, но однозонный. С левой стороны у нас экранчик, на котором отображаются индикация системы, а правее два блока клавиш. Сгруппировано все это логично, пользоваться клавишами удобно. Регулировка оборотов вентилятора и температуры осуществляется при помощи больших и тактильно различимых клавиш. Все остальное, вспомогательные функции, режим оттаивания, подогрев заднего стекла, рециркуляция, распределение воздушных потоков, кондиционер, авторежим и клавиша выключения. Кнопка аварийки приютилась на центральной консоли перед селектором коробки передач. Селектор стандартный, прорезь типа змейка, без всяких клавиш блокираторов. Но есть кнопка аварийной разблокировки при выключенном зажигании по старинке. Стояночный тормоз здесь, кстати, не ножной, а самый обычный, привычный ручник. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения у Румеона, с этим есть определенные нюансы. С правой стороны у водителя присутствует небольшая ниша, куда можно бросить ключ, либо какую-то мелочевку. Кое-что можно сложить и на саму панель. Перед комбинацией приборов над бардачком полочка, сам бардачок довольно объемный. Сюда влезут не только документы, но и что-то более габаритное. Подстаканники имеются, они располагаются по центру на центральном тоннеле, плюс маленький кармашек и основной бокс. Бокс, кстати говоря, не сказать, чтобы большой по площади, зато имеет двойное дно и достаточную глубину. Единственное, на что стоит попинять дизайнерам этого автомобиля, это на расположение 12-вольтовой розетки. Она же прикуриватель. Здесь она внизу и практически незаметна. При нормальном положении кресла. Дополнительные подстаканники или емкости под бутылку располагаются в коротеньких кармашках внизу дверных карт. А вот с обзорностью в этом автомобиле дела обстоят интересно. Боковые зеркала абсолютно стандартного легкового размера, но не зауженные краю и в целом удобные в использовании. Линия бокового остекления здесь довольно узкая, так и лобовое стекло, которое расположено практически под прямым углом. Самое интересное, что при определенных регулировках водительского кресла здесь вы видите капот, его края и даже частично передний край. Так что при маневрировании вопросов у вас возникать не должно. Но имейте в виду, что здесь очень широкие передние стойки, поэтому при повороте направо-налево убедитесь, что в слепых зонах нет пешеходов. Ну а с парковкой задним ходом здорово выручает камера, которая, кстати говоря, на этом автомобиле есть. Ну а теперь переходим к заднему дивану. Что касается места сзади. Здесь также очень большой запас пространства над головой. Сидение в меру мягкое. Кстати говоря, кресло у Румеона плоское. Это касается как переднего, так и в основном заднего дивана. Три человека разместятся свободно, при условии, что они не слишком широки в плечах. Центрального тоннеля здесь нет вообще. Пол практически абсолютно ровный. Как нет и регулировки спинки по углу наклона. Это единственное возможное фиксированное положение. Сидение в меру мягкое. И в целом при моем росте 1,86 м, расположившись за максимально отодвинутым назад передним креслом, я только едва контактирую коленями с его тыльной стороной. Причем она в данном случае мягкая. Поэтому никакого дискомфорта это не вызывает. Центрального подлокотника у задних пассажиров нет. Только подлокотники на дырных картах. Вот они пластиковые и жесткие. Плюс ширина подлокотников на задних дырных картах гораздо меньше, чем на передних. Зато внизу присутствует подстаканник. И достаточно глубокая полка в центральном боксе, куда можно сложить очень много чего. Место для ступней под передними сидениями также есть. Можно ли отправляться на дальняк на заднем сидении Короллы Румеон? Однозначно да. Что касается гамма-моторов, то здесь всего два варианта. Это полуторалитровый 1NZ-FE, либо двигатель серии ZR. 2ZR-FE и 2ZR-FAE, если речь идет про более свежие экземпляры. Мощность первых это 109-110 лошадиных сил. А вторых от 128 до 144 в зависимости от периода выпуска. Что касается этих моторов, что NZ, что ZR, это алюминиевые рядные четверки. Довольно простые по своей конструкции. С цепным приводом газораспределительного механизма. В большинстве случаев цепи эти ходят порядка 150-200 тысяч. Потом может требоваться замена впрыск топлива на обоих агрегатах абсолютно стандартный, распределенный. Да и вообще моторы отличаются на самом деле очень неплохой живучестью. Выхаживают они зачастую более 350 тысяч километров пробега, при этом экономично. Единственный момент, при покупке свежего Румеона с двигателем 1.8, который несет на борту систему Вальвматик, лучше прогнать машину через сканер и убедиться, что сама система изменения высоты подъема клапанов работает исправно, так как именно она в большинстве случаев и служит источником проблем. Также довольно распространенным явлением для данных моторов на больших пробегах, особенно если двигатель хоть единожды был подогрет, может оказаться расход масла на угар, связанным, как правило, здесь с залеганием колец. Так что надымность подобную машину лучше тоже заранее проверить. Ну а в целом по этим моторам только положительное, надежное, проверенное и хороший выбор донорских агрегатов на рынке контрактных моторов. То же самое касается и вариаторных коробок, с которыми эти двигатели агрегатируются. Вариатор на Румеоне, как и на исходной модели Toyota Corolla, способен проехать не одну сотню тысяч километров при условии регулярного обслуживания и замены масла. Хотя бы раз в 50 тысяч километров пробега. Перед тем, как посмотреть на Corolla Rumeon снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, показатель которого для данного автомобиля должен составлять 14 сантиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, так ли это на самом деле. Низшая точка в данном случае будет находиться под защитой моторного отсека, и расстояние от асфальта до нее порядка 17 сантиметров. В данном случае край переднего бампера находится на расстоянии 20 сантиметров от асфальта А до брызговичка 14 сантиметров. Расстояние до отбортовки на пороге за передним колесом 16 сантиметров. Задняя часть выше 19 сантиметров. Но до края заднего бампера 24 сантиметра, что вкупы с практически отсутствующим задним свесом делает парковку задним ходом к высоким препятствиям вполне посильной. Правда, есть основания полагать, что в данном случае могли быть установлены проставки для увеличения клиренса. Но, тем не менее, для городской эксплуатации данный экземпляр вполне пригоден. Что касается ходовой части, то уж поскольку Rumeon построен на платформе Corolla, ничего принципиально нового для себя мы здесь не увидим. Передняя подвеска типа Macpherson, причем по традиции для Toyota старого временного периода, нижние шаровые опоры здесь на болтовом соединении, то есть поменять их можно легко и отдельно от рычага. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае у нас крепится к подрамнику снизу, и замена его втулок не представляет особых проблем. Ну, а рулевая рейка у этого автомобиля уже электрическая, соответственно, никаких шлангов, гур и прочего, и связанных со всем этим делом протечек рабочей жидкости здесь не будет по определению. Что касается антикоррозийной обработки у этого автомобиля, то, как и большинство машин для внутреннего японского рынка, чем-то сверхплотным по низу в плане защиты он похвастаться не может. По сути дела, мы имеем дело только с герметиком, прикрывающим сварные швы на кузове. Плюс следовые количества заводской антикоррозийной обработки, полностью отсутствующие в центральной части автомобиля. В задней части автомобиля мы видим топливный бак, который выполнен из пластика, его объем 50 литров, что вполне достаточно для этого автомобиля, с любым из вариантов моторов. Задняя подвеска у Румиона, как и у Короллы, простейшая. Это балка, по сути дела, кроме двух саленблоков и втулок на амортизаторах, здесь особо нечего ремонтировать и менять. Пружина и амортизаторы разнесены отдельно друг от друга. Задние тормоза у автомобиля дисковые. Стояночный тормоз механический. В плане антикоррозийной обработки по задней части картина не отличается от того, что мы видим спереди. Только шовный герметик, по сути дела. Хотя для 2015 года автомобиль очень даже пристойный. Каких-то особых очагов ржавчины, даже поверхностных, на самом кузове здесь не видно. И еще одно маленькое дополнение. Несмотря на то, что сам топливный бак пластиковый и часть его заливной горловины представляет собой резиновый патрубок, основная заливная горловина здесь все-таки металлическая. Поэтому, если вы смотрите подобную машину, которая очень долго ездила по России, не лишне будет при осмотре снизу убедиться, что горловина не имеет следов поражения коррозии. Такой мы увидели сегодня Toyota Corolla Rumeon 2015 года выпуска с мотором 1,5 литра на 109 л.с. вариаторной коробкой передач. Если у вас была или есть подобная машина, на которой вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем поправить, пропишите все это в комментариях. Людям, которые выбирают подобный автомобиль себе, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня был на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда видео увидит свет, машина все еще будет находиться в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. И всю интересующую вас дополнительную информацию, включая цену, уточняйте по контактному телефону. Он указан в описании, на нем же есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!